У многих из нас хоть раз в жизни возникали покраснения на теле и фу, так называемая крапивница. Сегодня я приехала в городскую поликлинику, чтобы разобраться в этой теме. Здесь я выясню, почему у жителей больших городов чаще всего возникает крапивница, как она может спровоцировать отек к венке, можно ли заразиться крапивницей от другого человека, и если крапивница возникла, как с ней бороться. На все эти вопросы мне ответит эксперт. Медведева Анна Степануна, врач, кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, косметолог. Анна Степановна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте объясним всем, что такое крапивница. Честно, я знаю, потому что у меня крапивница бывает, и она у меня даже называется аквагенная крапивница. Да, вот Анна Степановна уже знает, что это такое. Что такое крапивница для простого человека? Это разновидность аллергодерматозов, который проявляется клиническим проявлением в виде волдырей и, соответственно, сопровождается зудом. Как обычно, он сильный. Скажите, чем может быть крапивница опасна? Опасна она может быть тем, что возникают так называемые эффекты по типу отека к венке и анафилактического шока. Что такое отек к венке? Это идёт разбухание подкожно-жировой клетчатки и, соответственно, всех слизистых. Как правило, это идёт отёк очень сильной гортани, идёт за отруднение дыхания, и, соответственно, человек может просто перестать дышать. Да, это экстренное состояние. Абсолютно точно. Это то, чего я как аллергик страшно боюсь. Скажите, из-за чего крапивница вообще появляется? Появляется она, может, из-за различных факторов. Это полиморфная теология, то есть это самое частое, это, конечно же, продукты питания. Здесь у нас наглядно, кстати, отображено, например, это может быть клубника либо любые другие пищевые продукты, которые могут вызывать аллергическую реакцию. Это может быть холод, это может быть солнце и различные другие факторы. Кожа – это самый большой орган, в принципе, в нашем организме, поэтому она может отреагировать на любые факторы агрессивного воздействия в любом возрасте абсолютно. Здесь нет никакой тенденции, которую можно описать. И нельзя даже описать вот факторы риска, группы риска. Она просто возникает и всё. Посмотрите, есть такое понятие, как ещё детский диатез. Вот если у вас в детстве была какая-то любая аллергическая реакция, вы, значит, в принципе склонны к аллергическим процессам, которые будут происходить в ваших кожных попробах. Если появилась уже впервые вот эта крапивница, стоит ли сразу бить тревогу, вызывать скорую, бояться, что это анафилактический шок или отёк к венке? Сразу стоит переживать? Да. Изначально, если любые проявления есть на коже в виде покраснения, зуда, волдыри, если появляются, конечно, сразу же я рекомендую обратиться к врачу либо вызвать скорую помощь. Потому что мы можем на этом этапе, на начальном этапе справиться гораздо быстрее и меньшим количеством лекарственных препаратов. Это важно. Даже можем на первоначальных этапах без гормональной терапии обойтись. Если уже процесс идёт запущенного характера, не дай бог, анафилактический шок уже начался, естественно, экстренная помощь. Это однозначно. Я смотрю, у вас здесь ещё стоят различные лекарства, витамины. Это всё... Какая-то бытовая химия, антисептики. Это всё тоже может спровоцировать возникновение крапивницы и вот такой вот реакции. Любые лекарственные препараты, от слова «вся фармакология», она может продуцировать аллергические реакции. Это абсолютная норма. Даже если вы посмотрите в инструкции к описанию к любому препарату, всегда будет какая-то аллергическая реакция. Это нормально, потому что наш организм, он живой, он реагирует на все эти препараты. Бытовая химия часто вызывает у нас аллергическую реакцию, поэтому я рекомендую всегда использовать обязательно перчатки. Даже если у вас не было никогда реакции на химию, то перчатки должны у вас быть всегда. Защищаться мы можем и предотвращать все эти истории мы тоже можем. Скажите, а вот жители большого города, Москвы в частности, больше подвержены возникновению крапивницы, чем, например, люди, которые живут за городом? Конечно, да. Потому что люди, которые живут в мегаполисах, это, естественно, микроклимат, это достаточно загрязненный воздух. И второй момент – это, естественно, стрессовые ситуации, потому что люди в мегаполисе, они очень часто такие, знаете, тревожные. А стресс – это тоже фактор крапивницы? Естественно. А почему? Как это? У меня аллергия на стресс? Нет, у вас нет аллергии на стресс, потому что вы нервничаете, ваши рецепторы дают толчок к гистамину, и, соответственно, он выдает вам кожную реакцию. Вот момент. Возникает эта крапивница. Человек знает, что у него просто такая реакция. Уже сходил к врачу, у него есть такой диагноз. И периодически эта крапивница появляется. Что делать в момент, когда вот эти волдырики… Начинают проявляться. Да, вот они появляются, ты уже понимаешь, ага, это крапивница. Что делать в этот момент? Я всегда говорю, болезнь любую можно предупредить. Своему организму надо очень хорошо прислушиваться. Мы чётко понимаем, когда у нас что-то вдруг выскакивает на коже. У нас есть какие-то предупредительные моменты. Покалывает, жжёт, что-то чешется и так далее. То есть я понимаю, да, у меня крапивница, значит так, мне что надо делать? Мне надо в первую очередь выпить антигистаминный препарат. Если это в домашних условиях, то это, пожалуйста, таблетированные препараты в растворах и так далее. Анна Степановна, скажите, пожалуйста, а можно ли заразиться крапивницей от другого человека? Крапивница не является заразным заболеванием. От человека к человеку она не передаётся никаким путём. Поэтому не переживаем. Просто следим за своим иммунитетом. И если возникла крапивница, Анна Степановна вам рассказала, как с ней справиться. Спасибо вам огромное за консультацию. Всегда пожалуйста. Будьте здоровы. Пока-пока.